Ребят, всем привет! Сегодня мы расскажем об автомобилях, которые мы находим в гаражах. Вы всегда интересуетесь их судьбой. В наличии у нас три автомобиля, и вы узнаете, какие автомобили в течение нескольких секунд. Здесь у нас копеечка. Как вы помните, в прошлом видео мы не смогли ее завести. Искры не было, и мы грешили на то, что у нее стоит какая-то секретка внутри. Кстати, в том гараже мы нашли два редких мопеда, москвич и много запчастей. Интересный гараж. Кто не смотрел, ссылка будет в описании под видео. Сейчас мы машинку оживили и выкатим ее на улицу. В итоге проблема была в контактной группе. Она частично подгорела, искры не было. Скажем большое спасибо Никите. Он провел очень большую работу с этой машиной. Сделал контактную группу, разобрался с тормозами. И также устранил очень много мелочевки, которая здесь была. Также поменял все жидкости. Теперь машина на полном бодрым ходу. Накидываем клемму и заводим. Она сейчас... И все. Вспомним молодость. Подсос. С полоборота. Вот что значит советское качество. Сейчас все вместе оседлаем этого мула и прокатимся. Вспомним ощущение молодости или ранней юности. Мягко выжимаем сцепление, включаем первую передачу и трогаем все. Почувствовал парад. Да. Она практически в идеале. Обычно жиги уже убитые. Дедушка вся трещит, гремит. Мягко, мягко, реально. Чуешь? Вам сзади нормально все? Вообще отлично. Ништяк. Сиди в машине четвером. Сели. И что бросилось нам в глаза? Вернее в нос. Это знакомый запах жигулей. Карбюраторный. Кто ездил, кто знает этот запах, нас поймет. Хорошо, что почистили. Можно проверить. Тут даже работает печка, ребята. У нас тепло. Здесь немножко навалим. О, еще одна сестренка стоит. Трешка, шестерка. Шестерочка. О, еще одна. А вот это уже свою жизнь пожила. Гуди, 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 гуди. Еще одна. Многим в этой машине в силу возраста пришлось покататься на классиках. Причем на постоянку. Я активно катался где-то с 13 лет и, наверное, до 20. То есть это было с 93-го года по 99-й. А в 2000-м я уже купил свою первую иномарку. Но жига осталась в моем сердце. Может, ты эту ручь никакой дернешь? Газу? Не, не, не. Бачком дашь вот можно на ней? Не, я могу только тебе давить. Уступили место летчику-испытателю. Так, я, пожалуй, за ручью подъезжу. Что-нибудь подороже есть? Подороже. Я где-то гелик там видел на повороте. 6,3. О! Почти! Почти! Но все равно... Ну, блин, мягонькая, реально мягонькая. И рулится хорошо. Жаль, резина плохая. Не доложили. Можно сказать, что капсула времени. Но самое смешное. Смотри, резина старая, древняя. НИЗ-151. Фиг пойми какого года. Но она цепляется, еще рулится даже. Да, самое удивительное, сейчас говоришь школьникам, ЕГшникам, что раньше не было зимней резины. И как-то наши отцы, деды ездили всю зиму, катались. Как они говорили, зимняя резина, это было слово. И в целом-то, как бы, даже вот музыка есть. Романтик. Это был Дима Малик, кстати. Я думаю, в комментариях напишут, что это был не Дима Малик. Дима Малик. Дима Малик. Наша липа прошла все испытания на ура. Мы пустили ее по кругу и все ее заценили. Машинка стоит в гараже и ждет летнего сезона. Еще на ней покатаемся. А самое главное, скажем опять, большое спасибо Никите. Он сделал, заморочился все документы на нее. Теперь машинка с документами. На ней можно спокойно выезжать. И также при необходимости ее продать. В такой ситуации может быть каждый. Машина простояла неделю на морозе и аккумулятор сдох. Дело не в аккумуляторе. Иногда люди попадают даже те, кто обновил аккумулятор к зиме. В автомобиле очень много потребителей электричества, типа сигнализации и прочего оборудования, которые за неделю высаживают аккумулятор практически в ноль. Каждому автомобилисту в нашей северной стране просто необходим вот такой набор. Автостарт Оптиму 2. Мы его уже достали. Посмотрим, что у нас в комплекте. Крокодилы. Шнур для зарядки самого устройства. И от этого устройства можно заряжать также телефоны и прочую технику. И сам аппарат, аккумулятор или, как правильно сказать, Powerbank. Сразу все собираем и пробуем. Аккумулятор полностью сдох. Вообще ничего не происходит. Накидываем крокодильчики. Включаем и запускаем. Вот такой прибор. Спасает в трудной ситуации. Также есть дополнительные функции для зарядки телефона. И маленький фонарик. Работает в разных режимах. Автостарт располагает умными клеммами. Защитой от неправильного подключения и короткого замыкания. Он не спасует и заведет практически любой двигатель. Маленький бензиновый, дизельный до 3 литров. И бензиновый до 6 литров. Нашему бегемотику он тоже сможет помочь. А заказать автостарт Optima 2 вы можете по ссылке в описании под видео. Ребята, торопитесь, зима еще не закончилась. Так что может вам пригодиться. Ребята, вы постоянно спрашиваете, что у нас с ААБом. С ААБом все хорошо. Он попал в надежные, заботливые руки. К Александру. Как мы говорили в прошлых видео про СААБ, здесь очень много мелочевки, которую надо было сделать. Три года назад мы купили заброшенный гараж за 400 тысяч рублей. В нагрузку нам достался старенький СААБ. Авто простояло долгие годы после того, как провелась цепь ГРМ. Ну, так думал первый хозяин. Но с Алисой оказалось, что проблема не в двигателе, а в заклинившем генераторе, который не давал двигателю запуститься. Авто поехало. Но после долгого простоя СААБ стал сильно дымить. Мы приняли решение сделать полную ревизию двигателя. Заменить все прокладки, сальники и поршневые кольца. Далее перетряхнули подвеску и заменили тормозную систему. Перестала работать печка. Пришлось и ее заменить. Частично перешили салон в ателье. После переборки СААБ полетел. Но после поездки в Беларусь у нас стыканул двигатель. Из-за неисправности вентилятора, радиатора. Мы поставили контрактный двигатель и продали авто. И за год или полтора владения Александр довел его до ума. Александр у нас вообще эксперт по ягуарам. Но когда он купил СААБ, он стал еще экспертом по СААБам. Хотя в душе он эксперт по москвичам. Сейчас Александр расскажет, что он сделал. За этот год было сделано противотуманки. Заменены ролики. Прошлой зимой вскрывался двигатель. Менялись маслосъемные колпачки. Летом снимал руль, не работал сигнал, паял шлейф. Также у вас где-то на видео было, не работал один динамик в двери. Вылетели пины из разъема. Но самая главная проблема у нас была с печкой. Мы, как вы помните, купили одну печку, потом вторую, потом третью. Потом из трех мы собрали одну. Но в итоге все равно она работала не так, как надо. Александр тоже с ней разобрался. Что там было? Там разлетелся привод заслонки. И заслонка не реагировала на горячий, холодный. Просто мотор ездил туда-сюда, а заслонка стояла, как ей надо было. В машине теперь жара, в любой мороз. Также Александр снял наши большие красивые диски. Теперь это будут летние диски. И поставил зимнюю резину на штамповках. Сюда очень сложно подобрать диски. Александр нашел обычные штампы. От GM. На кузове еще видны следы полировки. Машинку помыли, и она заиграла практически как новая. Следующий франкенштейн на возбуждение к жизни. Как вы помните, это космич, который мы нашли в гараже еще прошлым летом. Сейчас мы вызвали мастера по ягуарам. Он также мастер по москвичам. И даже мастер по саабам. Он вообще по всему мастер. Александр сказал, что завезет этот москвич вот так вот на раз. И полез в катушку зажигания. В общем, будем очень надеяться, что москвичок у нас оживет. И возможно, мы даже на нем прокатимся. Хотя мы слабо в это верим. Отдали нам москвич со всем хламом в гараже. Как мы не пытались его запустить, у нас не получилось. Не было искры. Сегодня мы постараемся докопаться до истины и оживить кашпича. Кастрюлька. Вот это делалось вот так. Загибался провод и закручивался все. В ягуарах такая же система. Ага. Зафиксировалось? Да. Ну, так. Но меня смущает изолента. Изолентой был примотан, кстати, вот этот провод к ней. То есть контакт на атомлер, да? Нет. Просто провод соединен, чтобы он типа не болтался. Он просто был примотан изолентой. Единственное, что бы я теперь сделал, я не знаю, как у тебя с аккумуляторами. Хреново, судя по всему. Я бедный родственник. Все разобрали. Подготовили к запуску ракета в космос. Но подвел аккумулятор. Оказался слабоват. Накидываем крокодила и запускаем. На сером москвиче нет искры, но мы знаем, где взять детоли. Пришли к Никите. У него есть донор. И сейчас с него закарпунем провода, а возможно даже катушку. У Никиты вообще здесь много чего есть. На полочках целый склад раритетных запчастей. От Лексуса до 21-й Волги. Представляете, какой объем. Москвич предыдущего видео. Мы его завели. Теперь он ждет до реставрации у Никиты. Никита сказал, что по-любому его сделает и будет на нем кататься по стоянке. Зеленая полоса. Почему-то мне всегда напоминает москвич из милиции. Там, правда, красная была полоса, но вот что-то прям кидается. Паучок, крышка трамбера с проводами, еще один провод на катушку и бегунок. О, какая, бля... Ну, плохо, лапки бредные. И отдаем их в надежные руки Александра. Даже бегунка. Сейчас посмотрим предохранители. Привет, друзья. Сегодня я хочу с вами поделиться уникальной возможностью, которую я нашел на Вавада. Это не просто сайт. Это путь к развлечениям и к полным кошелькам. Увеличьте свой депозит на 100% и получите 50 фриспинов в слоте 2WILD2Die. По моему личному промокоду Гаражные. А теперь самое интересное. После пополнения баланса я поймал бонусную игру. Это было неожиданно и приятно. Настоящий фарт. Не забывайте, у моих друзей проходят ежедневные розыгрыши на внушительные суммы. Это шанс, который вы не можете упустить. Заходите на сайт, ознакомьтесь с правилами и, возможно, именно вы станете победителем. Только здесь на Вавада самые быстрые выплаты. Деньги на карты приходят моментально. На Вавада ваше веселье принесет вам не только радость, но и выгоду. Добрались до сути проблемы. Кто-то в свое время пытался сделать схему бесконтактного зажигания. Такие, как на ВАЗ-2108, 09. Сделал датчик холла. Какой-то немыслимый прерыватель, который болтается. Но чтобы эта вся схема работала, как минимум нужен коммутатор, которого здесь просто нет. Так что воссоздаем заводскую схему и пытаемся заводить. Никита нашел у себя в гараже новый трамблер. Сейчас меняем это с этим. Выставляем все провода. И смотрим, что у нас получилось. Так, будем надеяться, что эта схема вся подойдет. Длина разная. Фак! К сожалению, у этих трамблеров разная длина. Нашли на Никитином кладбище еще один трамблер. Такой же, как нам нужен. Сейчас его снимем и поставим на наш москвич. Мне нужен твой автомобиль. Нет. Я помню, я его видел где-то. Один в один. Заебес. Все, трамблер на месте. Теперь при включении зажигания на вольтметре должно появиться 12 вольт. Упс. Да. Браво. Все, накидываем это все дело на катушку. Есть! Искра появилась. Попробуем завести с быстрого старта. Да ладно. Закрытка, подожди. Ну давай, дедуля. Запах такой вонючий. Прям... Ёбин мотоцикл. Размочили бензонасос. Вроде как стал качать. Во! Ништяк. Заправляем бак бензин. Думаю, что литров шесть хватит. Очень нам понравился звук мотора. Работает очень мягко. Работает только что с завода. Заводим повторно мотор. Расчухали бензонасос. Работает. колбаска нигде пока ничего не течет о, едут? все там кричет говорит, потереть надо всем вот у нас, малышки сейчас, оп желтым снегом слушай, дворники куда у него вторая передача? на щит, вниз сейчас ниже, возьми и все ну это нейтралка нет, ниже нет, стоп самый верх вот вторая должна быть вот эта, вторая пробуй блин, не вывалится от силы вторая сбал, только вторая вторая вниз вот, все уже страшно становится это всего скорость 20 это уже страшно ой это задняя следующий следующий а как тут вообще, чё? я на таких пенозаврах не ездил первый, куда? вот так, что ли? цепь, так сцепу ну, сцепу я выжил куда ты чё выжил? ааа так, на себя ну и вверх все, и теперь газу побольше и поехали а вторая где? вторая не нужна, Саша вторую ты можешь пока не пробуй ой ой, как на газоне посмотрите, а? вот реально резиновый вообще не держит резиновый вообще не держит ну, в принципе, нормально на рынок говно возить не пойдет давай, 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 давай давай, давай, давай давай, давай, давай хорош к сожалению, очень быстро стемнело но завтра мы выгоним его опять и поедем кататься при свете два дня у нас ушло на завод кто-то скажет, что мы же по руке не могли его завести но пришлось переделывать практически все кто-то наколхозил, бросил вернули все в исходный вариант и машинка поехала костюм заимен растоп siinä Машина на полном ходу И даже едет Единственный минус У нее отсутствует печка Кто-то ее взял и снял Поэтому сегодня минус 3 А ощущается, как говорят в гидрометцентре Минус 30 Сейчас мы капитально восстанавливаем Jaguar S-Type Который нашли в гараже Работы очень много Но мы рук не опускаем Потихонечку делаем Вы постоянно спрашиваете, а где наши прошлые машины Сейчас мы про них вам расскажем Проектов было очень много Многие проекты уехали в другие города Мы не знаем о их судьбе А некоторые у нас на глазах Первый наш проект, с которым мы серьезно заморочились Это была Audi 80 в B4 кузове Отдали нам ее бесплатно За уборку хлама из гаража У наследников стояла главная задача Освободить быстро гараж и продать У машины было очень много проблем Первая с документами, вторая с кузовом Автомобиль требовал серьезных вложений Первое, что мы сделали, восстановили документы Потом покрасили кузов Перебрали мотор И перебрали подвеску После этого мы решили испытать нашу малышку И отправились в дальнюю дорогу В Крым Дорогу машина прошла на ура Мы вернулись в Москву Еще один год на ней покатались Впоследствии ее продали Машина уехала в Казахстан Сейчас даже сами удивились Сколько машин через нас прошло Многие машины даже не вспомнишь Хорошо, что у нас есть памятка в виде канала Зашли и посмотрели по видео, какие проекты мы делали Жигули Семерка Нива АК, который батя взял на перепродажу И обосрался с ней Дальше мы купили практически новый символ Помыли его, отмыли и сразу перепродали Галопер Хонда Два Пежо Один старенький, другой 206 В нем мы перебрали коробку и тоже удачно продали Последний большой наш проект Это был Мерседес 210, который мы сделали и продали в Ростов-на-Дону Многие проекты уложились в одну серию Так как машины были нормальные, но с мелкими проблемами Где-то мы восстановили документы, где-то провели мелкий ремонт И эти автомобили нашли новых покупателей А вот еще один мега проект, который мы полюбили И не будем продавать ни при каких обстоятельствах Можно даже сказать, что это лучшая машина, которая у нас была Работа проделана очень много и еще много работы предстоит сделать Первое, что мы сделали после покупки Перебрали всю подвеску Поменяли резину, поменяли диски Они были все кривые Перешили салон, сделали шумку Утеплили кузов Весной будет еще одна грандиозная работа Об этом мы готовим отдельную серию В дальнейшем вы ее увидите А сейчас мы решаем новые трудности, которые подкидывает нам бегемот По мере своей жизни Дальше еще много всего интересного А мы с вами прощаемся Подписывайтесь на канал Пишите комментарии Обязательно поддерживайте нас лайками Всем пока, до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok